Первые годы жизни ребенка наполнены опасностями. Дорожно-транспортные происшествия, падения, игры с огнем и электричеством. Любопытство толкает детей на поступки, которые нередко заканчиваются трагедией. Статистика детского фонда ООН показывает, за один только 12-й год в мире погибли свыше 6,5 миллионов детей. Проводится комплексная работа по реализации мер, направленных на снижение смертности детей от внешних причин. Но необходимо понимать и в первую очередь, внимание и ответственность взрослых родителей, что основным фактором для своевременной помощи и профилактики опасных последствий в жизни детей, это ответственность взрослых. Однако именно рассеянность взрослых нередко приводит к беде. Яркий пример – выпадение из окон. Понятное желание проветрить квартиру может выветрить счастье из семьи. Для детей при открытое окно это все равно, что приглашение в игру. Не помогают и москитные сетки, они просто не способны выдержать вес опирающегося ребенка. Самый высокий уровень смертности вследствие падений приходится на первый год жизни. Ежегодно 3 миллиона детей проходят лечение в кабинетах неотложной помощи с диагнозом несчастный случай при падении. На каждого такого ребенка приходится 10 детей, которые никогда не обращались за медицинской помощью. По словам замдиректора по науке НИИ неотложной детской хирургии Аганесса Саруханяна, в России травмы от падений из окон ежегодно получают около 300 детей. Все это трагедии, которые можно предотвратить. Специалисты советуют не располагать мебель под окнами, а по возможности устанавливать на них специальные фиксаторы. И главное – внимательно следить за ребенком на улице, в гостях и даже у себя дома. Святослав Савенков, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцово».